Добрый день, это все еще 4 июня, и мы в пути. Мы в пути, мы едем на поселок Котовского. И это впервые за три месяца. Началась война, были проблемы, передвигаться по городу было очень сложно. Поэтому мы даже туда не сувались. Ну а теперь стало немножко проще, и мы решили поехать на поселок Котовского, в Ривьеру. Ну и посмотреть, если вы помните, туда попала одна из ракет. А может быть и не одна, а буквально там пару-тройку недель назад. И полностью в хлам разбомбила торговый центр. Ривьера. Ну вот мне просто интересно было и тогда посмотреть, и сейчас глянуть, что конкретно и куда попало. Потому что там есть общественная такая, ну большая часть там, где торговый центр, мол. И там очень много всяких магазинов. И есть Леруа Мерлен, там где много всяких складов. Ну и мне сразу пришла в голову, когда это произошло, мысль о том, что скорее всего попало в Леруа Мерлен. Ну, судя по фотографиям, так оно и было. И раз уж мы едем сейчас в Ривьеру, хотелось бы посмотреть, ну опять же, и саму Ривьеру, и то место, куда попала ракета. Мы доехали до поселка Котовского. Так скажу вам, очень такая пустая дорога. Едешь на поселок Котовского, машин очень мало. И вот едешь в Ривьеру, тоже машин очень мало. Народ как-то старается меньше ездить на машине, чтобы экономить бензин. Раньше, вот суббота, воскресенье, ну даже пробки иногда были. Прям очень много машин было. А сейчас едем по пустой дороге. Вот, смотрите, Леруа Мерлен на месте. Я думал, что сюда попало. Потому что вот напротив там магазин, у него все окна были выбиты. У Леруа все в порядке. Там вот есть какая-то история. Да, там что-то было. Ну мы сейчас поедем в Ривьеру в саму, посмотрим. Ну там что-то даже машин нет возле Ривьера. Неужели попало в саму Ривьеру? Ну вот, видите, Ривьера. Въезд перекрыт. Машин нет, ничего не работает. Но я уже думаю, можно показывать. Это было давным-давно. Вот там он. Видимо, где-то был удар. Но я думал, что разваляло... Вначале я думал, что разваляло полностью все это. Я подумал, что все, Ривьере, кранты. Потом я думал, что вот Леруа Мерлен. Но нет, это что-то там сзади торгового центра. Ну на фотографиях оно жестче все выглядело. Может быть, конечно, если объехать и посмотреть там и туда. Но мы туда, наверное, не поедем. А греха подальше. Просто так одесситам показать. Потому что многие одесситы меня спрашивали. Типа, блин, все, да, кранты, там, ну, сравняли Ривьеру с землей. Ничего не осталось. Нет, вот она стоит. Смотрите, и Леруа Мерлен тоже стоит. Все, все на месте. Видимо, там какие-то складские помещения. Может быть, они пострадали. Так что не так страшен черт, как его малютка, да? Посмотрим дальше еще, может, что-то увидим, поедем, глянем. Ну, а вот главный вход, один из главных входов. Они забаррикадированы этим пенобетоном. Короче, людям сюда заходить нельзя. Вот так все вымерло в Ривьере. Вот такая вот история Скотовская. Мы думали, здесь все работает, честно говоря. Но нет. Вот такие вот у нас идеологи теперь. Джохар Дудаев. Красавчик. Ну, помните, да, скорее всего. Первая Чеченская война. Лебедь, Хасвюрт. Выборы Ельцина. Вторая Чеченская война. Потом Беслан. Школа. Дубровка. Я вот это все помню. Я уверен, что везде есть дуализм. И есть разные точки зрения. Я читал. Мне было интересно и про Хасвюрт, и про Первую Чеченскую войну. Вот. И про Дудаева. И как его избрали. Насколько я помню, главой Ичкерии. Как они хотели отсоединиться. Но не знаю. Вот эта вся история со школой в Беслане. Может быть, я не обладаю достаточной информацией. Но вроде не очень хорошо. Вот. Напишите в комментариях. Дудаев, он должен висеть на плакатах, на билбордах в городе или нет? Как вы считаете? Люди, которые разбираются в теме.